Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Сегодня мы начнем первое деление композиции, которая составлена из двух пьес. Первая пьеса принадлежит человеку, которого зовут Барри Майерс. В общем-то, малоизвестная фигура в истории джаза, но, тем не менее, в какой-то период он был популярен, особенно когда играл такую совершенно атональную какую-то музыку абсолютно. Он был одним из последователей Орнта Коумана, играл атональный джаз, и вот в какой-то момент ему это надоело, и он начал играть красивую музыку. И, кстати говоря, создал один из первых таких джазовых ансамблей. А вот композиция, которая сейчас прозвучит, была написана как раз в этот переломный период, и представляет собой очень красивую балладу, которая называется «Антил». И вот мы очень коротко сыграем ее, чтобы напомнить об этом человеке и об этой музыке, которая одно время довольно часто звучала в эфире. Перейдет она в музыку Хорреса Силбера. Ну, вы знаете, что Хоррес Силбер вообще один из толпов джаза, создатель стиля фанк, и мы довольно много уделяем внимания его творчеству. Тем более, что стиль фанка, он вообще проходит красной нитью через всю историю Арсенала. А пьеса, которая сейчас прозвучит, это такой стандарт еще раннего джазового фанка. Называется эта пьеса «Джоди Грайнд». Что это означает, я пока не знал, ну, я думал, что это просто фамилия и имя. А на самом деле, когда я где-то вычитал, довольно редкий нашел такой материал, где вспоминают музыканты, которые вместе играли тогда с Хоррес Силбером в каком-то джазовом клубе постоянно, то там была девушка по имени Джоди. И она все время ходила мимо оркестра и так, в общем, своей походкой, давая понять, что она, в общем, не прочь познакомиться. И ее все так заметили, и вот Грайнд – это походка. Это такая походка, и вот Джоди Грайнд, походка Джоди. И Хоррес Силбер просто посвятил ей вот эту пьесу за ее походку. Вот такая вот деталь из жизни джазменов. Итак, сначала это звучит «Антил» Барри Майлса, а затем Хоррес Силбер Джоди Грайнд. «Антил» Барри Майлса, «Антил» Барри Майлса, «Антил» Барри Майлса, КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 И вот оттуда караваны везли вот этот очень модный, уже тогда, и потом еще несколько тысяч лет после этого, модный китайский шоу. Никто не знал секрета его приготовления, за попытки даже разузнать, просто там казнили в Китае. Ну, я хотел бы вот что объяснить. Вот понятие караван, я тоже раньше думал, как и многие из вас думают, что это такое идет, вот друг за другом, там, верблюды, там, или ослы, или даже лошади, наверное, и все. Нет, вот в те времена караван – это сложнейшее было устройство. Значит, в середине шли те самые груженные всякими ценными товарами, там, где были и шелт, и золото, и ковры, шли друг за другом. А вот по обе стороны, оказывается, этого вообще, вот этой линии были вооруженные до зубов охранники, которые просто их нанимали, это стоило огромных денег. Они охраняли от нападений, потому что в то время по этим степям бескрайним, таким монгольским, огромное количество бандитов было, банд вооруженных, и эти охранники – это были очень смелые люди, но они немалые деньги на этом зарабатывали. По обе стороны шли целые колонны вот этих охранников, вооруженных до зубов, в латах, там, с оружием и так далее. И вот так они шли туда и обратно. И вот возникло такое место, где эти караваны пересекались. Одни шли, значит, в Китай, а другие из Китая, и они где-то вот встречались. И это происходило под склонами, так называемых, Алайских ребят, он и сейчас существует. Поэтому, и вот там возникло такое место, где эти вот торговцы обменивались товарами, и возник такой базар, который получил название Алайский базар, и он существует до сих пор в Ташкенте, на территории Узбекистана. Когда я бывал там на гастролях почти каждый год, я в Ташкенте, я ходил на этот базарчик. В то время я даже не представлял, что это за историческое место. А на самом деле это место действительно, которое существует уже, значит, ну, где-то вот порядка четырех тысяч лет. Вот. Итак, пьеса, посвященная этому замечательному месту, сейчас вы услышите, она называется Алайский базар. Алайский базар. Алайский базар. Алайский базар. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дорогие люди, мы продолжаем наш концепт. Мы начнем второе деление с пьесы, которую я написал сравнительно недавно, на тему истории театра европейского. Я выяснил, что впервые в середине XVI века в Италии некий Анжело Беолько, вдруг ему пришла в голову мысль объединить в один коллектив разных совершенно людей, которые развлекали до этого на всяких карнавалах венецианских, например. Это были комики, жонглеры, гимнасты, клоуны и так далее. Они все наступали по отдельности. Ему пришло в голову объединить их в один коллектив. Так возникло то, что потом получило название комедия дель арте, комедия масок. И с этого момента, с середины XVI века, начался театр. То есть труппы, которые передвигались в одно место, и главное, что они использовали сценарий. Единственная особенность этого театра, что каждый актер обязательно должен был выступать в определенном костюме, и, самое главное, в одной и той же маске. И вот так появилось огромное количество масок уже в истории театра. Вы, наверное, слышали, там, это панталоны, например, это такой, как бы, скупой купец такой. Бригелла, например. Это все были социальные типы. Бригелла – это был такой умный слуга, а вот Орликин – это был глупый слуга. Тартали – это был судья заикающийся. Скоромуча – такой был трусливый, но хвастливый такой вояка. И огромное количество – пульчинеллы, там, Скоромуччи. Потом женские были тоже маски, там, Забеева, Коломбина, Смиральдина. В общем, этот вактеатр масок, он оброс огромным количеством персонажей и стал уже передвигаться постепенно из Италии во Францию и так далее. И вот, докатился и до России. Есть такой факт, что в 1906 году наш замечательный поэт Александр Блок написал такую пьесу «Балаганчик» для первого такого театра масок, где главную роль Пьерро, вот такая маска появилась тоже, сыграл совсем начинавший тогда Всеволод Мерхой. И поставлена эта была пьеса в театре Комиссаржевский, которая сейчас в Петербурге существует. Ну, в общем, дальше больше. И уже вот Вахтангов, например, уже в советские времена, в 1922 году организовал такую студию МХАТ, и они тогда начали исполнять, и сейчас эта пьеса идет, «Принцесса Туранго». Она тоже связана с комедией Дель Арте. Вот такая история. Ну, а сейчас мы исполним как раз пьесу, посвященная вот одной из масок, которая стала со временем просто символом театра. Грустный пьерро. Ну, вспомните, как происходит театральная пьеса. Вот такая висит маска. Грустный такой человек с опущенным уголками. Там такой вот грустный пьерро. Грустный пьеса. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Вы услышите песню, которую когда-то исполнял очень популярный человек его, его зовут Лайон Личи. Он отличался вот такой особой изысканностью, особенно когда снимал клипы от своей песни. Может быть, вы помните, был такой потрясающий клип, где он изображал такого педагога, который обучал, по-моему, скульптуре. И там была студентка, которая была слепая. Не помните такой? И она в него как бы влюбилась только потому, что ощупала его лицо. Вот такой был клип потрясающий. Ну, а песню, которую вы сейчас услышите, это тоже один из хитов. И он, это тоже один из хитов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 году. А песня, которая прозвучит сейчас, она называется Shape of You, она вообще заняла первое место по продажам в Америке и в Евангелии. И вот сейчас вы услышите эту песню, в общем, в нашей версии, у него там все подражательное. Мы как-то по-своему все это в арсенальский переработок. Итак, Ed Sheeran, Shape of You. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В заключении нашего концерта вы услышите песню, которую исполнила замечательная группа, британская, которая возникла где-то в начале 80-х годов на таком подъеме стиля Нью-Вэй. Но потом, где-то через несколько лет, они изменили свой стиль, и благодаря этому популярны до сих пор. А стиль этот получил название такой социо-поп, потому что у них очень непростые песни. Это два студента таких философских факультетов. Первый альбом вообще был какой-то такой с эзотерическими загадками. Возьмем второй альбом, с которым прозвучит сейчас песня 1985 года, а песня называется «Шаут». Это уже песня непростая, с таким политическим подтекстом, протест молодежи против взрослых, которые вообще наладили вот эту холодную войну, и там поется о том, что перед тем, как что-то делать, надо бы сначала подумать. Итак, «Тирс фор фирс шалт». «Тирс фор фирс». Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Yeah, yeah 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok